Всем привет еще раз! Это мой небольшой разбор поединка Сергея Деревянченко, который сегодня утром боксировал с Карлосом Адамесом, крепким доминиканцем. Потерпел у Сергея свое четвертое поражение. Ну давайте разберем данный бой, поговорим о том, чего не хватило Сергею, как вообще складывался бой технически, что там по раундам. Ну в общем, ребят, как обычно. Бой на загляденье вообще. Самый техничный поединок этих выходных мне больше всего понравился. Посмотреть сам бой, напоминаю вам, вы сможете как всегда по ссылочке, перейдя в описании на мой телеграм-канал. И там всегда есть записи актуальных поединков последних, а также ссылочки на прямые трансляции тоже там всегда есть. Поэтому обязательно подписывайтесь на мою телегу. Итак, ребята, почему проиграл Сергей? Я считаю, здесь совокупность факторов сложилась. Во-первых, Сергей уже не тот чисто физический. Это видно. Он потерял в скорости, это раз. И во-вторых, он потерял по функционалу, как мне кажется. То есть он не может плотность поединку дать. Очень хорошую. Ту, которую он давал в этом бою. Буквально там в 2-3 раундах максимум. Все. По всей видимости, большого прессинга на текущий момент он уже функционально дать не может. К сожалению. Это одна причина. Второе. То, что соперник деревянщика очень крут на самом-то деле. Он, наверное, недооценен. У него есть одно поражение. Не все поединки он круто проводил. Этот Адамес. Но в этом поединке он выглядел круто с точки зрения характера, техники вообще, тактики на бой. То есть по всем этим параметрам он просто красавчик. Просто красавчик. Он разноплановый. Технарь очень серьезный. Я слушал комментаторов с Матч ТВ. Они в начале боя сказали, что у Сергея будет очень серьезное преимущество по технике. Но когда они увидели, что показывал Карлос, это, конечно, было смешно наблюдать. Карлос вообще технарь с большой буквы. Он, во-первых, в разных стойках боксирует. Бьет круто с двух рук. У него прямые удары, боковые удары, комбинации. Он круто пробивает движение. Он классно работает в защите. Причем он уклоняется не просто вправо от себя по американской школе. Они всегда ныряют именно вправо. Да, уклоняются вправо. Он вправо, влево подныривает. То есть меняет, опять же, стойки, повторяюсь. Встречает жестко с двух рук. Пробивает апперкоты. Опять же, связки есть. Ну, то есть все есть. Чувствует нормально соперника вообще. Дистанцию чувствует. Может на дистанции поработать. Может на средней поработать, допустим. Может вблизи потолкаться. Габариты есть. Удар у него, не сказать, что прям суперсильный. Но бьет жестко. И самое главное, самое главное, точность, ребята. Вот он со стороны чем-то напоминает братьев Черло. Но у него, как мне кажется, лучше ноги работают. И он точнее. Намного точнее. Несмотря на то, что по арсеналу что-то похожее есть. Но он очень точно пробивает. И это его выделяет. Да, конечно же, я уже сказал, что Сергей был несколько уже не тем. Но тем не менее, с Сергеем, с таким соперником, он работал просто круто. Просто круто. Проблемой Сергея в этом поединке было что? То, что, ну, школы разные, да. У нас Сергей больше надет в челноке, работает в игровой манере. Доминиканец в своем стиле. Но он не ввелся на раздергивание Сергея вообще практически. То есть Сергей пытался его спровоцировать на атаку. Работал в челноке. А тот практически на это не реагировал. А если реагировал, то каким образом? Он просто водил корпусом. Вправо, влево, да. Какие-то круговые движения. И иногда он просто делал шаг назад. Подшаг назад такой, быстренький. То есть, когда он уже понимал, что будет атака, он делал подшаг назад. И дальше готовился встречать. Именно на оттяжке хорошо. Вот и все. А моменты, когда он просто как бы корпусом реагировал, то для Сергея они практически ничего не давали. Вообще сам по себе этот Карлос, он мог различить реальную атаку Сергея от просто раздергивания, да, от провокации на атаку опять же. Молодец, просто молодец. Попадал он точно по Сергею и апперкотами. И по корпусу он гасил очень жестко. Сам имеет держалку, наверное, неплохую. Сергей попадал. Сергей у нас не очень-то крутой панчер, конечно же, да. Но те удары, которые пропускал он от Сергея, сам Карлос, он, в принципе, их все съел. И я не увидел, чтобы его в этом поединке где-то повело. Что еще было интересного? Кросс он пробивал на свечу, очень крутой по Сергею. И опять же, учитывая то, что он не ввелся на провокации Сергея, на раздергивание, у Сергея были очень большие проблемы. Что ему оставалось делать? Просто лететь на среднюю дистанцию без ударов, это глупо. У него были такие моменты в этом поединке, и он пропускал удары, опять же, да. Если бы не держалка, если бы не держалка, я думаю, Сергей оказался бы в нокауте, в нокдаунах, там, неоднократно. А так, в принципе, за счет держалки он вывез весь бой. Чисто за счет этого. Что ему оставалось делать? Да, если, допустим, провокации не идут, челнок не работает, вот эти вот все моменты не прокатывают. Я считаю, что тут единственный вариант, только бросать легкую какую-то комбинацию, с помощью которой можно было сблизиться и заставить Карлоса как-то реагировать, да. Ну, допустим, сковать себя. Или оттянуться, допустим. Ну, просто с помощью этой легкой атаки, легкой комбинации просто зайти на свою ударную дистанцию. Либо элементарно же просто очень часто работать джебом, да. Опять же, с помощью джеба сближаться. В пятом раунде такие моменты от него проскальзывали, когда он джеб, 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 да, водил хорошо рукой и пробивал постоянно. То есть не то, что имитировал атаку, а пробивал легким джебом, сближался. И сам Адамис, он не мог уклоняться просто, пускай бы он работал, да, под эти джебы, пускай бы он уклонялся, пускай бы подныривал, тратил бы на это всю энергию. Потому что по его школе, да, у них вот эти вот нырки, они довольно-таки энергозатратные. Они не просто там колени сбрасывают, подныривают, а корпусами именно, да, очень много. То есть он разнообразен, да, и плечи подставлял, все, но тем не менее энергозатратно. Поэтому можно было бы с этим моментом поработать. Но Сергей почему-то джебом передней рукой работал крайне мало. Больше пытался как-то дернуть на челноки. Это не получалось, повторюсь, не получалось. В этом была самое главное, как мне показалось, техническая проблема. Ну, а по скорости я уже сказал, что, несмотря на то, что у Карлоса больше одиночные удары, да, но по взрыву, по скорости он, как мне кажется, был намного быстрее. Намного быстрее. И очень самое главное, точный, точный просто бил в подбородок. Вот, если вы посмотрите на лицо Сергея, оно там не сильно разбито. Почему? Потому что он больше в подбородок попадал. Именно в бороду удары летели. И в корпус, конечно же. Больно было смотреть на то, как пропускает Сергей удары. Я в последнее время не вспомню поединков, в которых вот я смотрел, да, за кем-то вот. Мне было прям больно от того, как пропускает он удары. А здесь Сергей пропускал, конечно, такие жесткие удары. Я вообще в шоке, как он выдержал это все. И печально, конечно, печально. По раундам, ребят, что по раунду у меня получилось? Я бы Сергею отдал всего-навсего пятый раунд. Девятый раунд, скорее всего. И еще был ровненький седьмой. Но я не уверен, опять же, отдавать, не отдавать. В принципе, все. Во всех остальных раундах я не думаю, что там Сергею можно было отдавать. То есть, прям отдавать ему нельзя было. Какие-то ровненькие раунды были, конечно же. Не сказать, что он там полностью раунды проиграл. Нет, он взрывался все. Он пытался наслаивать. Он пытался замыкать. Казалось, что во многих моментах казалось, что Карлос находится в невыгодных условиях для себя. И вроде бы как Сергей может поднажать и дожать. Но, к сожалению, опять же ударной мощи не хватало. И мне кажется, что не терялся. Не терялся Адамис. Он психологически был на самом-то деле устойчив. Он чисто переигрывал. Очень хорошо маневрировал корпусом именно в защите. Вот что его отличает. То есть, он обычно, ребята, которые работают в школе американской, то же самое. Они не могут уйти от большого количества ударов, допустим, с помощью тех же самых нырков. То есть, допустим, комбинация идет, да. Один-два удара они еще могут как-то от них уйти. А дальше они уже пропускают последующие удары. Замыкаются в себе и так далее. Этот же уклонялся и поднырил в разные стороны. Вправо, влево, стойки менял. То есть, ему было комфортно чисто технически. Этот Карлос, он реальный универсал. Я считаю, что он нас еще удивит и порадует, опять же, своей техникой и красотой бокса. По сути, ребята, все. Я не знаю, что еще сказать по поводу поражения Сергея. Завершать ли ему карьеру? Я вот читаю комментарии. Многие пишут уже, все, надо завершать карьеру. Ну, не знаю, ребят. Тут как бы он сам должен уже решать. Понятное дело, что он уже находится на спаде. Он будет проседать по функционалу, по скорости, по вот этим вот всем моментам. И, к сожалению, кроме как держалки, если бы хотя бы ударная мощь у него была, да, тем, чем можно козырять, учитывая то, что ты находишься уже на спаде вот своих функциональных возможностей, там, скоростных, сила удара могла бы его спасти. Но, к сожалению, к сожалению, он в таких боях с топовыми серьезными ребятами будет проигрывать. У него было уже несколько шансов стать чемпионом, но, к сожалению, постоянно чего-то не хватало. Ну, мы все анализировали это, поэтому я не буду повторяться в этом плане. Завершать, не завершать. Я бы склонился больше к тому, что, наверное, завершать. То есть, просто сберечь свое здоровье. А если Сергей считает, что он еще сможет заработать денег, он еще сможет продемонстрировать свой порох в пороховницах, то, как бы, флаг в руки, так сказать, да. Ну, ребят, вот такой мой небольшой разбор данного крутого поединка с технической точки зрения в особенности, да. Да и вообще бой зрелищный. Пишите ваши комментарии, что вы думаете относительно прошедшего поединка с Сергеем. Подписывайтесь на мои каналы Боксерская Правда, Боксерская Правда Про, которые у меня для прямых эфиров на Ютубе, напоминаю вам. Подписывайтесь на мой Инстаграм, там, где я провожу интервью с интересными топовыми боксерами и не только. Подписывайтесь на мою телегу, ТикТок, там остальные соцсети. Не забывайте врубать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Это очень важно для развития канала. И всегда говорите правду. Пока.